Маски – необходимая мера защиты от коронавируса. Об этом ежедневно напоминают самарцам в общественных местах. Особенно важно носить средства индивидуальной защиты в транспорте. Затем, как пассажиры соблюдают масочный режим, ежедневно следят. В рейды отправляются представители профильного департамента, контрольно-ревизионные службы предприятий перевозчиков и сотрудники полиции. Главная цель проверок – не наказать, а минимизировать риски инфицирования горожан коронавирусом. У нас работа по контролю за соблюдением выполнения масочного режима не прекращается. Вот как мы к ней приступили осенью прошлого года, так без перерывов на праздники, там всякие каникулы, нерабочие дни, эти мероприятия и продолжаем. За прошлую неделю три штрафа всего лишь. Но все-таки кто-то сидел на нерабочей неделе, не так много людей ездило, поэтому протоколов всего три. А с октября прошлого года на нарушителей было составлено 376 административных материалов. Суммы штрафов за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности в связи с пандемией доходят до 30 тысяч рублей. Соблюдение масочного режима обязательно и для кондукторов с водителями. Еженедельно проводятся собрания с личным составом транспортных предприятий, разбираются все спорные ситуации, а также алгоритмы взаимодействия с пассажирами. Некоторые думают, что если они сделали прививку, им не обязательно носить маски. Но мы всем напоминаем о том, что маски обязательно всем пассажирам, сделавшим, не сделавшим прививки. Масочный режим никто не отменял. Стоит отметить, что большинство пассажиров все же прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей, следуют постановлению губернатора о масочном режиме в общественных местах и пользуются средствами индивидуальной защиты. Я доктор вообще по специальности. Я понимаю всю необходимость ношения масок, средств защиты. Я два раза уже вакцинировался, все, сделал прививки. Уважаю людей просто наоборот. Также в учреждениях транспортной сферы идет прививочная кампания среди сотрудников, прежде всего водителей и кондукторов. Кроме того, весь подвижной состав продолжают регулярно мыть снаружи и внутри и дезинфицировать. Эта работа организована круглосуточно. Салоны обрабатывают специальным раствором. Мэри Елчан, Николай Сидоров. События.